Ещё не полдень, а на городских пляжах уже собираются первые отдыхающие. В жаркие дни утром у водоёма легче дышится. Температура воздуха пока 24 градуса, воды 19. Нужно ловить момент, когда не так сильно припекает. Прихожу пораньше, и часов в 12 особо ухожу. Ну, пол первого от силы. Поэтому всё прекрасно. Мне нормально. А вот сейчас с детьми начнут подходить. Где-то через часок уже начнут приходить, уже начинают с детьми приходить. И тут потом навалом. Почти каждый день уже много лет подряд здесь плавает Анна Рыжкова. Живёт рядом с центральным пляжем. Для отдыха всегда выбирает оборудованные места, где дежурят спасатели и в случае необходимости могут помочь медики. С водой шутки плохи, и в этом женщина убедилась лично. Я один раз нырнула. Карьеры тогда ещё были живы. Там, где телевышка. Я вот нырнула и попала вот в этот самый водоросли. Не могла всплыть. И думала, ну всё, концы пришли. Ну, как-то выплыла оттуда. Как только столбики термометров превышают отметку в 30, у спасателей начинается в буквальном смысле горячая пора. А свод уже перешёл на усиленный режим работы. Регулярно по несколько раз в день проходят рейды. Как на берегу, так и на воде. К счастью, что вот сегодня мы констатируем, что на протяжении последних двух недель утоплений не было в Родинской области. Но последний случай – это все гибели именно с хроническими заболеваниями. Что случается сердечная недостаточность, сопровождается всё это алкогольным отравлением. И люди гибнут уже, будем так говорить, на берегу, а в воду попадают после вот этих вот несчастных случаев. Уже традиционно при увеличении температуры до 25 градусов на дороге отправляются автоцистерны с водой, которая разбрызгивается по асфальту и не даёт ему деформироваться. Дежурят на дорогах и экипажи ГАИ. Инспекторы напоминают водителям об осторожности. Жаркие дни являются сложным периодом времени для автомобилистов. Поэтому при соблюдении некоторых правил ваша поездка станет безопасной. Помните, что действие жары снижает скорость реакции и увеличивает риск стать участником дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, не оставляйте в закрытой машине даже на короткое время детей, пожилых людей и домашних животных. По возможности откажитесь от дальних поездок. Но если всё-таки оказались за рулём, то возьмите в дорогу прохладительные напитки и делайте остановки в тени. В жаркие дни больше обращений фиксируют медики. Особенно много сердечников. Возрастает нагрузка на организм. Люди испытывают дискомфорт. И далеко не все могут справиться с плохим самочувствием самостоятельно. Здесь важна профилактика, причём в разных направлениях. Следует соблюдать режим труда и отдыха, носить удобную светлую одежду из натуральных тканей, есть лёгкую пищу, пить негазированную воду либо морсы. Но пить надо в меру и с умом. Должны быть охлаждённые напитки, но не холодные. Потому что очень часто к нам обращаются в этот период, как ни странно, с ангинами. Потому что резкий перепад, усиленное поедание мороженого, холодных именно напитков, приводит к перепаду температуры, и организм не справляется. Поэтому ангины, кстати, чаще возникают летом, чем зимой. Между тем, жаркой и сухой будет вся неделя. И только в пятницу возможен небольшой дождь. Выходные, по информации синоптиков, также ожидаются знойные. В субботу и воскресенье 29 с плюсом. Елена Бережная, Андрей Шаповалов и Алексей Сокута. Новости Гродно+.